Добрый вечер! Мы сегодня учим статью очередного раба из сборника, которая называется «Квеацион по следам стад». Наша статья называется «Страх». Она начинается, как называется, с самого верха, куда можно добраться, с самой высокой скорости, которая только возможна, и мы идем и добавляем, и добавляем скорость еще. Лезем еще и еще вверх. Так, с вашего позволения, давайте и идем к тексту. Чрезмерный страх отнимает сияние жизни у человека и любого чувствующего существа. Нет вещи злой и жестокой в мире, чтоб сравнилась бы с ней. Он увеличивает все дурно несоразмерно и затмевает сияние всех достоинств, в своих происках против личности преувеличивает зло, якобы сокрытое в ней под явным добром. Источник всякой слабости и бессилия, физического, морального и интеллектуального, только страх, перешедший свои границы. Он запугивает человека, дабы тот не сделал чего-либо для своего спасения, дабы не ударил пальцем ради своего избавления, как бы не навредил себе, как бы не навел на себя зло, которому нет искупления, пока не доведет его до полного истощения сил, пока не впадет он во всякое зло из-за лени и бездействия. Итак, Раб нам объясняет, что страх, он парализует человека, это очень большое зло. Даже Раб говорит, самое большое зло, которое может быть, это страх. Конечно, мы не говорим про любой страх. Страх это очень полезная и хорошая вещь. Человек, который ничего не боится, он дурачок на самом-то деле. Он не может нормально жить среди человеческого общества. Раб подчеркивает, по крайней мере, что речь идет о чрезмерном страхе. Страх, который больше своего нужного места, больше своих границ. Этот страх, он парализует. Человек начинает бояться, как бы мне не... Потому что любое действие, оно в себе содержит возможность, чтобы не получилось, возможность проиграть. И поэтому человек прекращает что-либо делать вообще. Такой вот парализующий страх, который приводит к лени, приводит к бессилию, приводит к недействию. Очень, как это, очень плохое качество. И теперь мы будем подниматься все выше и выше, хуже и хуже. Значит, мы сказали, мы построим в конце концов здание из, если не ошибаюсь, четырех этажей. Первый этаж, страх. Это очень-очень плохо. Как мы сказали, страх, который... Чрезмерный. Не просто так. Так, у нас появилось немножко текста. Сейчас мы его добавим и продолжим. Следующий этаж. Что может быть хуже страха, который сколдует? Самый вредоносный страх – это страх, связанный с мышлением, который держит в тенетах ложного воображения самую утонченную и наиболее совершенную часть человеческого рода. Тех, кто предназначен быть светочами, озирающими путь жизни для всего общества. Тени всегда следуют за источником света. Чем больше способность человека понимать и мыслить, тем больше воображаемый страх перед действием мысли. страх перед действием мысли. По-русски это чуть более понятно, наиболее это понятно менее. Простой перевод – это страх думать. Собственно, головой так же называется. А как бы чего ни выше. Это наш второй этаж. Первый этаж. Страх – это очень плохо. Второй этаж. Мы теперь идем и ищем более-большую концентрацию. А где страх, который очень-очень плохо, он хуже всего? Он хуже всего в мыслях, когда человек боится самостоятельно думать. Почему? Потому что это то, что продвигает человека и человечество вперед. Больше всего остальное. Это мысли, это идеи. Поэтому там же у нас есть больше всего противодействие. Страх. Как здесь раз говорит, как здесь раб говорит, тень всегда следует за источником света. Это, насколько я понимаю, в иудаизме вообще, ноуравы – это именно выражение, которое имеется в виду, что чем больше потенциал исправления, тем у нас так же больше потенциал разрушения. Большой дворец отбрасывает более густую и более большую тень. Там, где у нас есть потенциал великого света, хорошего исправления, там же у нас есть угроза более глубокого падения. То, что раб говорит, урод боим, не урод, а тени всегда идут за светом. Как-то на иврите. Бэйквото урод. А тень всегда, то есть темнота в данном случае, всегда следует за светом. Имеется в виду, чем больше света, тем, соответственно, больше темноты. Именно поэтому, так как у нас мысль, это тот молот, который мы себе пробиваем движением вперед, это то, чем человек и человечество продвигается больше всего вперед, то поэтому именно страх может там навредить больше всего. Поэтому второй этаж, который мы строим, страх это очень плохо, а самое плохое в страхе это боязнь самостоятельно думать, голову. Причем, у кого эта боязнь выражена больше? Именно у интеллигентов. У элиты интеллектуальных. У тех, кто больше и лучше пользуется своей головой, чтобы решать какие-то проблемы. Именно у них есть больше потенциала продвинуться самостоятельно и продвинуть человечество вперед. И у них же есть больше секунд, у них есть больше возможностей также, что страх им больше помешает, и они будут больше бояться говорить, больше бояться думать. То есть именно интеллектуальная элита, у нее этот страх от мысли собственной головы, головой он больше. Люди, которые ничего не знают, они все знают. Они не боятся. Много они не надумают. А те, как у него голова хорошо работает, они понимают, что может быть так, может быть по-другому. Очень часто они именно боятся выйти за какие-то общепринятые ранки. Итак, второй наш этаж со страхом. Где страх он хуже, он хуже в мыслях. Когда человек боится думать. И именно не просто так, а именно у людей, которые к этому способны. Я прошу прощения. шалюм. Шалюм. Итак, это наш второй этаж. Теперь у нас будет третий. Давайте я остановлюсь здесь. кто-то хочет что-то сказать. А я пока как раз проверю. Вдруг у нас есть еще текст. Я хочу. У меня большой опыт. Добрый вечер всем. Я хочу сказать, что практически с раннего детства, с ранней юности мои мысли подвергались редуцированию. Это все голубь. Виктория, что вы такое говорите и так далее и тому подобное. О чем вы таком думаете, так нельзя. Это привело к тому, что я вообще практически перестала говорить и высказывать свои мысли. В принципе, будучи человеком экстравертом, я превратилась в интроверта. То есть я начала стесняться говорить. И когда я узнала, что такой иудаизм, для меня это было огромным открытием, я считала себя чудной, неправильной и так далее и тому подобное. Я думала, что я не права во всем, поэтому помалкиваю. И поскольку я человек волевой, мне пришлось стать хулиганкой. Стать хулиганкой? Да, хулиганкой. Потому что а мне все равно, а я так думаю. То есть так или иначе я стала изгоем. но у меня большая сила воли. А основная масса людей, конечно же, естественно, превращается в молчаливое, как бы, вот такое загнобленное. Ну, существо, конечно, не скажу, но вот, в общем, это огромные страдания. Ну, а вторым номером, что я хотела бы сказать про страх. Страх это основание для идолопатронства. я так думаю, что мы боимся того, ой, как бы чего не вышло. Я так думаю, что это основание для идолопатронства. Вот, бояться, поскольку это, ну, радикально идет в разрез с тем, что мы сами творим мир вокруг себя, во что мы поверили, то и будет. Вот, то страх, конечно же, мешает нам создать тот мир, который мы хотели бы. И это, конечно же, навеяно вот чем-то общественным, каким-то общественным давлением или чем-то вот таким. Я согласен с обоими пунктами. Спасибо. И с тем, что страх, и с тем, что страх связан с ведолопатронством, безусловно, и с тем, что, но вот по поводу первого пункта, мне кажется, все делаем еще хуже. Вы упомянули о том, что общество давит на то, чтобы человек не думал и думал так, как положено. Я подозреваю, что человек еще сам себя гораздо сильнее ограничивает с этим самым страхом, чтобы не подумать, что такое нужно. Еще сильнее и больше, чем общество его ограничивает снаружи, человек себя может держать гораздо сильнее внутри, и это еще более худший страх, это еще хуже. Кто-то что-то написал, как страх получить наказание за нарушение с этого этапа, вторая любовь. Страх бывает разным. Конечно, страх бывает разным. Еще раз, мы не воюемся страхом. Я не просто так начал с того, что Раф говорит, что страх это очень плохо, не просто так страх. Давайте начнем с начала. Страх, который чрезмерный. Страх, который это один раз написал, второй раз написал, страх, перешедший свои границы. Я не просто так сделал видение, что человек, который ничего не боится, он дурачок. Он не может жить среди людей, с ним невозможно общаться, он пойдет посредине проезжей части, он будет делать какие-то вещи ненормальные. Страх очень полезно качество. Проблема его начинается в том, как любого другого качества, когда он переходит свою границу нормально. Так же любовь. Так же, не знаю, там, все любое положительное качество. Я отрицательно тоже, но хорошо в каких-то рамках, и которые эти рамки пересекают, оно становится плохо. Да, Дима? Ты говоришь о количественном страхе. Я согласен. Его должно быть ровно столько, сколько нужно. Я говорю о качественном страхе. Боясь наказания и трепет перед Всевышним. То есть страх бывает не только много или мало. И почему-то Раф довольно ограничивает свое описание страха в виде количества. Чрезмерный, нечрезмерный. есть он или его нет. он ограничивается только корректом? страх перед наказанием. Когда он заполняет меня полностью слишком много, это будет очень плохо. Это раз, два, потому что Раф хочет нас к чему-то подвести. Мы сейчас продвинемся вперед. Руфат, я вижу, поднял руку. Да, пожалуйста. Я хотел понять, страх бывает разный в плане того, что мы боимся разных вещей. Попасть под машину, например. А там, например, интеллектуальные люди, они боятся, зная силу своих мыслей, они могут опасаться и бояться, что их неправильное действие приведут к плохим последствиям не только для них, но и для, грубо говоря, повести людей не в ту сторону. То есть бояльно ошибиться, показать неправильный путь. То есть я вот хочу понять, о каком страхе идет речь. Абсолютно верно. Правильно, правильно. Да, простой страх это страх не пасть под машину, что-то еще не сделать. Абсолютно верно. Страх мыслить, это может быть также страх, что вдруг я ошибусь и поведу людей туда. Теперь, этот страх в правильных пропорциях, он хороший. Если, опять-таки, он заполняет полностью меня и я прекращу развивать какие-то свои теории, идеи и так далее из-за страха, что это может быть плохо, иногда это может быть неверное решение. Именно так. То есть у интеллектуальных людей оправдание этому страху может быть гораздо более утонченное и высокое. Вопрос в том, что у нас должен быть принцип, что мы не должны бояться мыслить, что мы должны понимать, что свободно мыслить это хорошо и правильно. Это так должно быть. Это нормально. Особенно для мыслищих людей. После этого можно спокойно обсудить, где нужно поставить границы и где и так далее. Но иногда это мы меняем. Сперва мы боимся мыслить, а потом думаем, где нам можно. Тоже быть наоборот. Нужно понять, что мыслить свободно это обязанность наша. А потом нужно думать, а может быть где-то нужно немножко ограничить. Но мы построили второй этаж. Нужно строить третий. Третий этаж. Так. Первый. Страх это плохо. Второй. Где больше всего мы продвигаемся в мыслях. Поэтому страх в мыслях это хуже всего. Теперь третий этаж. А у кого страх в мыслях он хуже всего? Мы сказали в элите. Но есть разные элиты. Итак, давайте вернемся к теме. Больше всех народов способных постигать и мыслить, связывая и объединяя все разбросанные разные и разделенные элементы возвышенного и святого в единое целое в свете познания вещей стоящих в вершине мира. Народ Израиль единственный народ несущий знамя идеи наиболее высокой в мире содержащей в себе все накопленное мудростью. Идеи единства Бога. что в ябесах наверху и на земле внизу нет никого еще. Однако должен он постоянно расширять границу знания без конца и предела с крабрым сердцем, без страха, без боязни и малодушия вовсе. Страх перед гневом притеснителя, который приготовился истребить, принижает общую душу этого народа опоясанного мужеством настолько, что наводит на него боязнь и страх любая идея и мысль и собой само разумеется всякое сильное желание и значительное действие. Ведь основная, главная основа его силы божественное мужество, поэтому слабее духовного становится слабым и бессильным весьма. наиболее достойный путь спасения для нашего народа в это время устранить воображаемый духовный страх из сердца. Показать ему ясно как солнце, что нет у него причин бояться вовсе. Остаемся здесь. Это наш третий этаж. Если мы сказали, что страх это самое ужасное, что может быть, страх, который перешел свою границу, а из самого ужасного страха самое плохое, что может быть, это бояться думать. Потому что это то, что потенциально нас может больше всего продвинуть вперед. Соответственно, чьи мысли они могут продвинуть всех лучше всего? Это еврейские мысли. Почему? Не просто так. Потому что в чем основная идея иудаизма? Это единство мироздания. единство всевышнего, единство всего сущего, по-научному, единая теория поля. Единая теория поля. То есть, чем отличается еврейский взгляд? Мы пытаемся абсолютно разным проявлением жизни свести их к единому корню. Это Рав на это указывает как на самую высшую из идей, которые могут быть. Эта идея родная еврейскому народу. Поэтому, как раз сказал в предыдущем абзаце, чем у тебя больше потенциал исправления, строительства, тем больше ты подвержен возможности падения. И тем это серьезнее. Поэтому самый серьезный страх, больше всего серьезный страх думать собственной головой, он объявил именно еврейский народ. Еврейский народ обязан именно из-за вот этой идеи единства постоянно продвигать и думать свои идеи и ничего не бояться. Не бояться вот этого нельзя думать, это думать можно, а вдруг если я вот это подумаю, что-то плохое я надумаю. Эти вот постоянные самоограничения их не должно быть в народе Израиля совсем. Соответственно, так как их не должно быть, мы их как раз и имели. Теперь, почему мы их имели? Потому что Раф пишет. Народ Израиля в этом не виноват. Из-за длинного изгнания, из-за длинного галута, из-за физических притеснений евреи стали бояться не только физически, что меня придут и побьют, стали бояться также думать. Они как бы это влияет физическое на духовное и на ментальное на все это влияет. И этот страх, он очень гораздо более сильной степени он относится именно к евреям. Это наш третий этап. Итак, страх это плохо. Страх больше всего страх там, где его потенциал строительства, исправления он больше всего это мысль. Там он хуже всего и люди, которые мыслят, именно интеллигенция, у них больше всего я прошу прощения, и больше всего именно они подвержены, что они будут бояться мыслить. Самая высокая мысль у всего человечества это у еврейского народа, и поэтому он именно больше всех остальных может бояться свободно мыслить. Раф пишет, что это нехорошо, нам нужно излечить от этого болезни, особенно сейчас, когда у нас время избавления, что Раф пишет. Наиболее достойный путь спасения нашего народа в это время устранить воображаемый духовный страх и сердце. Что это за наше время? Время перед избавлением, время начала избавления пришло время от этого страха избавиться. Это уже у нас третий этаж, да? Соответственно, мы сейчас будем искать до конца нашего отрывка, до конца нашего текста, какое же лекарство у нас будет с тем, чтобы излечить еврейский народ от этого страха свободно думать. Теперь, мы сейчас прочитаем то, что начинается сейчас. Это то, что я называю Мамар Мусгар. Это в скобочках у нас. Это в скобочках. Сейчас нам будет объяснять, что на самом-то деле у еврейского народа нет никакой объективной причины бояться. Если уж есть объективная причина бояться, то это у других народов. Сейчас мы прочитаем отрывок, окажется, что несмотря на то, что право думают, Рав Кук против национализма. Почему? Потому что национализм это по большому счету расширенный эгоизм. Я работаю не на себя лично, а на свою группу. Из этого есть исключение. Это еврейский народ, потому что эта система работает совершенно по-другому. Это наши скобочки, которые мы сейчас будем читать. Итак, с вашего позволения. наиболее достойный путь спасения для нашего народа в это время устранить воображаемый духовный страх из сердца, показать ему ясно как солнце, что нет у него причин бояться вовсе. Убоятся народы, похваляющиеся своими божествами, как бы ни была сокрушена общая воображаемая сила, которая поддерживает их групповой договор. По-простому, что это за воображаемая сила, которая поддерживает групповой договор? Это то, что держит народ вместе. Это воображаемая сила, которая поддерживает групповой договор, что я за тебя, ты за меня, народе, мы тут против всех остальных. Это чем эта сила, которая держит народ вместе, она питается? Убоятся весьма истинные справедливости нечестивые царства, пределы всех стремлений, стремлений которых кулак знонамеренности и искривления суда. А что такое убояться? Как это на русском? Будут бояться страх. Убояться страх в будущем времени. Устрашаться, убояться. Итак, что держит? Здесь Раф, в общем-то, выступает против империализма. Что держат великие народы и вообще народы вместе? Например, имперские замашки. Вот мы тут сейчас всех завоюем, распространим тут нашу землю на все, наши законы на все, всех победим. Нечестивые искривления суда. Тоже, то есть, как бы, государства, народы, как общность, они не моральны. Как мы это уже учили, смотрели, невозможно от народов требовать быть моральными. Соответственно, какой в этом есть минус? А минус есть такой. Ну, в общем-то, не буду говорить за Рафа, Раф это говорит в следующем предложении. «Ведь свет чистой мысли, как только усилится, тут же обнаружит всю их скверну, и узы, связующие общество, порвутся сами собой, и сила народа будет расшатана и может пасть». Когда человек, когда общество, когда отдельные люди поднимаются с моральной точки зрения, то это вот воображаемая сила, которая держит людей вместе, как один народ, которая основана не на морали, а даже наоборот, она становится слабее и прекращает держать людей вместе. В этом смысле Израиль принципиально отличается от любого другого народа. Натан, позвольте мне сказать немножечко. У меня такое впечатление, что Раф здесь говорит о построении под гребенку, о делании людей одинаковыми. То есть вот поэтому идет разрушение. При свободе мысли, естественно, это невозможно. Вот эта Павелонская башня и так далее. Я так думаю, что здесь как раз идет речь о том, когда человек свободен мыслить, он не вписывается в систему построения под одну гребеночку, когда все одинаковые и все идут с троем. Ну, это мое предположение. Может быть, может быть. Я думаю, это правильно, что вы говорите. Но насколько я понимаю здесь по тексту, что у нас сейчас идет, Раф сейчас противопоставляет принципиально, чем принципиально еврейский народ, а отличается от принципиально всех остальных народов. Мы склонились с какой-то воображаемой силой, которая нам сохраняет групповой договор. И Раф сам себя в следующем предложении объяснил, что у нас разрушится. И узы, связывающие общество, порвутся сами собой. То есть когда люди становятся, начинают больше, мысли становятся яснее, чище, моральнее, то узы, связывающие народ, в основе которого не сильный моральный корень, а что другое, связь, которая связывает людей вместе, она становится слабее. Мы это видим сегодня, допустим, в развитых обществах, в Европе, в Америке, что вот именно национализм, это уже на сегодня ругательное слово. Человек чувствует себя гражданом, гражданином всего мира и так далее. Мы как бы справа привыкли это критиковать. А в Куговаре это абсолютно нормальное следствие того, что человек стал более аморальным. Но есть из этого одно исключение. Это еврейский народ. Но почему будет бояться Израиль? Народ, чья сила и крепость, светочь мысли, самый чистый и возвышенный, чье сияние великолепия, надежды и стремления, праведность, самая чистая. Он должен лишь подниматься, постигая все больше и больше из того, что уже закреплено и собрано внутри его сущности. Еврейский народ принципиально отличается, потому что его идея, которая скрепляет, на основании которой скрепляются люди, принадлежащие к этому народу, это не идея империализма, давайте что-нибудь еще захватим. А это идея морала. Что было хорошо всем, и нам, и всему миру, и как бы распространять идею моральную. Поэтому с поднятием уровня идей, с поднятием уровня человека и общества, узы, которые связывают вместе еврейский народ, наоборот, не должны быть слабее, а должны быть сильнее. Поэтому, за это мы сказали, объясняя в скобочках, Раф здесь говорит, что еврейскому народу принципиально бояться нечего. Но начали с того, что еврейский народ на данный момент забит, и он таки, да, боится. Раф тут сейчас нам показал, что этого страха нет объективного обоснования. Ну и что? А страх-то есть. Страх – это болезнь. В данный момент для еврейского народа. Болезнь очень серьезная. Так еврейский народ не сможет развиваться сам с этим страхом. Особенно сейчас, во время избавления, не сможет вести вперед весь мир. Это серьезная проблема. Как мы сказали, мы ищем лекарства для того страха. Тогда, тогда и только тогда станет полным спасение и следует. Только тогда откроется ему, как велика его ценность. И настолько низки те, кто попирает его ногой гордиться. И чем больше увеличится и расширится его мысль, тем больше узнает он свою душу и свое великое достоинство, пока не возвысится, чтобы явить всем кладезь жизни, сокрытый днем, пока не познают все, приходящие в мир, что его дух – дух Бога. И душа всемогущего – его душа. Ну, если бы Раф этого не написал, конечно, я бы не осмелился такого сказать. Но Раф тогда написал. Итак, еврейский народ принципиально отличается тем, что чем он больше расширится, чем он больше поймет собственное величие, тем всем будет лучше. Не только еврейскому народу. Но в еврейском народе у нас есть проблема. Раф сейчас говорит уже прямым текстом про нашу проблему. «Нес не изойдет дух святости и божественный свет на Израиль, пока не устранит он из глубин своей души страх дурной и необузданный, который пристал к нему, как моровая язва, на протяжении долгих дней знания и преследования низменными и злыми ненавистниками». Итак, Израиль болен. Израиль не виноват в том, что он болен. Тут другие виноваты. А нам-то что? Надо лечить. То, что ты не виноват в том, что ты болен, это очень хорошо. И тебя может немножко утешить. Но нам нужно лечиться. Какое лекарство от этого страха, которым еврейский народ скован? Теперь. А здесь что говорит? Здесь есть очень важное слово. Посмотрим, у нас есть еще текст. Здесь есть очень важное слово. «Не снизойдет дух святости и божественный свет на Израиль, пока не устранит он» и так далее. Тут что такое еще? Это пророчество. Дух святости. Божественный свет на Израиль. Это пророчество. Мы привыкли говорить к пророчеству как о такого как это сейчас дополнительное свойство. Факультативно. Пророчество – это классно. Но нету и нету, неважно. Раф в другом месте объясняет, что абсолютно нет. Пророчество – это нормальное свойство. Вообще человечество и в обязательном порядке еврейского народа. Без пророчества ты коллег. У нас сейчас проблема двойна. Что кроме того, что пророчество, как Раф говорит, это очень важная вещь и очень нужная. Сейчас еще более того, пришло уже время пророчества. Мы в процессе избавления. То есть пророчество должно вернуться сейчас. Раф в этом сейчас говорит как-то приземленно-материально. Мы не говорим там, вот, там придет мессия там когда-нибудь через 200 тысяч лет. Раф это говорит, это ребята, это санкции. План на следующую 50-летку. Это должно случиться сейчас. Это вот так же, как Раф не застал провозглашение государства. Но он видел, что к этому идет. Точно так же Раф сейчас нам говорит про пророчество, которое мы еще не застали. Но Раф видит, что к этому идет. Должно прийти пророчество. Но пророчество не может вернуться к Исраилу. И соответственно, когда пророчество возвращается к Исраилу, возвращается ко всему миру, пока над Израилем властвует страх болезни. И еще раз, Израиль не виноват. Ну и что? Не интересно никому. Болезнь нужно лечить. Даже про отдельного человека сказано. Божественное присутствие не зайдет только на мудрого, сильного и богатого. И только из радости. А тем более, если речь о народе. Итак, у нас есть, по-моему, это Мишна. По-моему, может быть, из Пирки, а вот, не помню точно. откуда. Что Божественный Дух не заходит на человека, если он не мудр, силен и богат. Давай теперь это разбираться. Теперь. Это мы говорим про отдельного человека, а тем более, когда мы говорим про целый народ. Кто обитатель должен быть? и как это все связано с тем, что мы учили? Итак, начнем с богатства. Богатство, как принято считать, есть дар Бога свыше. Только, как правило, приходит он после приложения собственных усилий. и благословит тебя, Господь Бог, твой во всем, что будешь делать, так же, как у отдельного человека. А есть богатый разум, который умеет радоваться своей долей, это может быть как человек, так и народ. Итак, богатство это Божий дар. То есть, мы это можем получить в подарок. Однако, даже этот подарок обычно мы получаем хорошо поработав самостоятельно, обычно миллион долларов на парашютике с неба не падает. Обычно нужно хорошо-хорошо поработать с ним. Но иногда можно получить наследство. Иногда это Божий дар. Но обычно требуется хорошо поработать. Но можно получить его в подарок. Хорошо. Это одна часть. Как другая часть. Однако, сила, ее порождение радость может прийти только после исправления души, убеждений и мыслей. И об этом уже заключен союз. Трудился и не нашел. Не трудился и нашел. Не верь. Итак, да, то есть, сила, это как мы сказали, что такое сила. Зачем тут сила? Потому что нужно мудрого, сильного и богатого. Мы сейчас разбираем вторую часть. Силу. Итак, что у нас с силой? А вот силу уже в подарок даже изредка получить нельзя. А наш страх, как мы сказали в начале, он препятствует силе, он делает человека слабым. Итак, богатство можно помолиться и получить от Бога в подарок. А вот, что нам Рав говорит, а вот силу нельзя помолиться и получить. Нужно в качалку ходить. А тем более силу как бы духа. Если тебя обуревает, одолевает страх, то его нужно вышибить из тебя. И бог этого сделать не может, как тебе сказано. Он подарок богатства тебе дать может, а сделать тебя смелым он не может. Еще раз, мы ищем лекарства на нашу болезнь. Чем нам вылечить болезнь страха в Израиле. У нас третий этаж. У нас будет четвертый еще. Вы можете пока пытаться это самое. Что у нас четвертый этаж? Первый я напоминаю. Страх, страх думать собственной головой, страх думать в еврейском народе. Что у нас будет последним этажем? Итак, у нас есть союз. Если ты трудился, не нашел или не трудился и нашел, это говорится про силу. Не верь. В последние времена перед приходом Машиэха, когда отцвет божественного стоит за нашими стенами начало всех приготовления, устранение избыточного страха, мышления из общей души. здесь наврав подытожил все, что я говорил и раньше было сказано более намеком. А сейчас Раф это говорит открыто. Перед приходом Машиэха, мы сказали, это сейчас, наше время. Вот свет божественного стоит за нашими стенами. Должно прийти пророчество. Вот уже нужно срочно начало всех приготовлений, устранение избыточного страха. Опять избыточного, да? Теперь страх о мышлении из нас души. Понятно, про что мы говорили раньше. Страх думать самостоятельно. И в особенности внимание четвертый этаж. И в особенности из душ отдельных особых людей, одаренных выдающимся разумом, способностью к святости и праведности. А это именно те, кто особенно поражен, подвержен поражению страхом и слабостью. Про кого Рав говорит? Про еврейский народ? Нет, про еврейский народ было. Сейчас уже внутри. Про людей, способных мыслить широко, которые боятся этого. И в особенности из душ отдельных особенных людей, одаренных выдающимся разумом, способностью к святости и праведности. Это кто? Религиозные лидеры еврейского народа, наверное. Отлично. Спасибо, Андрей. Конечно. Рабани по-простому. Религиозные лидеры. Написано только способные. На самом деле они не святые и неправедные. Способностью к святости и праведности. Способностью это может быть Бен-Гурион. Подающимся разумом. Способностью к святости и праведности. Ну, надеем. Нет, мы если каждое слово выбираем, здесь Ра вообще разделяет народы мира и их государство. Если мы изучаем его точно тютерка в тютерку, что он говорит, то здесь способность. Это может быть Бен-Гурион, это может быть Жаботинский и даже извините меня герцель. Конечно. Безусловно. Но Ра говорит, теперь я извиняюсь, но тогда это потенциальные пророки. Это потенциальные пророки, они их решат. Которые видят, но сказать не могут. И за это наказаны, кстати. Теперь обратите внимание, как наше предложение заканчивается. Давайте его прочитаем еще раз и в особенности из душ отдельных особых людей, одаренных выдающимся разумом, способностью к святости и праведности. А это именно те, кто особенно подвержен поражению страха и сладости. Смотрите, это намек, но это очень серьезная критика по отношению к раввинам, что они, как мы сказали, и смотрите, это встраивается в нашу систему. Чем больше потенциал, тем больше страх овладевает и замораживает тебя. Ты не можешь ничего делать. Чем больше потенциал, тем мы поднимаемся выше по лестнице, просто страх плохо. Но хуже всего бояться мыслить самостоятельно. А хуже, хуже всего, когда это происходит в еврейском народе, потому что его идея самая высокая. А в еврейском народе хуже, хуже, хуже всего именно в лидерах, которые могут потенциально продвигать еврейский народ и весь мир вперед. И они больше всего подвержены этому самому страшному страху думать свободно, без границ. Мыслить широко. Это люди, которые могут думать глубже всего, но они боятся освободить свою мысль, думать широко. Это здесь Рав немножко обтекаемый, но у него очень резкая критика на еврейских лидеров, спасибо Андрею, на раввинов, в том, что есть проблема широко думать. Еще раз, это может быть, они в этом не виноваты. Мы прошли тяжелый длинный голод. Ну и что? У нас проблема, значит, должно вернуться Божий Дух нам пророчество. Нам сейчас эту болезнь нужно лечить. Как ее лечить? Вернуться к тексту. Итак, лекарство. Подталкивает этот процесс противоположная сила, наглость, которая непримерно должна усилиться в этот вперед. и там, где она откроется, нет места никакому страху. Вот у нас и окончание текста. Несмотря на то, что приходит у нас с низменной стороны, со стороны безрассудства и безумства, и как небо от земли далеко она от той храбрости, что приходит от благословенного небом богатства души и силы ее правильности. Тем не менее, он пользуется ее могучей силой, чтобы взять ее хорошую часть, искр святости, ее самую внутреннюю суть отмена мысленного страха надежной силой, сокрытой в сокровищности нашей жизни. Тогда утвердится мужество в оправе святости, мысль расцветет. Не бойся, ибо не устыдишься, не смущайся, ибо не осрамишься, потому что о стыде своей юности ты забудешь и опозори вдобства своего больше не вспомнишь. Итак, лекарство. Чем же мы будем выжигать эту лишний страх наглостью? Наглостью. Худ спадает это дым еще. Как написано в таком наглость. Наглость это хорошо, наглость это очень тверд. Но в нашем случае это то самое горькое лекарство, которое противоположным вышибет страх. То есть, если сказать это грубо и коротко, зачем нам нужна наглость, чтобы встряхнуть раввинов и выбить их из задеревенения мысли. Дать им мыслить свободно. Потому что такое наглость? Это противоположность страху думать. Перед наглым нет вопросов, которых нельзя задавать. Нет священных коров, которых нельзя зарезать. Окей. наглость идет сама по себе. У меня есть святого источника. Но в данном случае Всевышний пользуется этой палкой нехорошей с тем, чтобы получить хороший результат. Потому что мы сказали, нельзя помолиться, чтобы мужество сердца ко мне пришло. Не работает. Соответственно, Всевышний спускает в мир. Теперь, что такое наглость перед приходом Машейха? Конечно, это секуляризация. Наглость вообще, так сказать, где-то хуцпы это вообще наглость. Словами Рава, когда он говорит наглость, каждый раз имеется в виду секулярные обычные первопроходцы, которые тут начали делать сионизм и возвращаться в землю. Это лекарство. Вот так я и стала хулиганкой. Правильно. Ибо нагличала. Иногда, иногда. Вот это самое наглость и хулиганство. Это отлично, это хорошо. Теперь обычно это плохо, это не там мужество и сила, которая нам нужна. Но свое дело он сделает. Потому что теперь любым рабам нужно сидеть и думать. Вопросы в воздухе, их нужно решать, вопросы очень наглые. И теперь нужно свободно думать, потому что ты уже не можешь свободно не думать. Потому что все вопросы очень далекие, очень наглые, заданы. они есть, приходится теперь с этим работать, дадим. Может быть лучше дерзостью назвать? Или все-таки вы настаиваете на слово наглость? Это худо. И тогда второй вопрос. Если наглость и дерзость это хорошо, то это плохо. Но в данном случае перед приходом Машеха разрешается. Это обычно горькое лекарство, но в данном случае это кислота, которая хорошо сейчас работает. Значит я могу как бы как написано в пророках ругать мудрецов и не уступать место мудрым старикам. Мне все прощается. Я сейчас на пороге прихода Машеха могу быть наглым, дерзким. Вы понимаете, что открывается дорога? Вот такими словами делай, что хочу. Перед приходом Машеха ах, пошел я. А давай тебе отвечу просто. Никому твое разрешение уже нафиг не нужно. Уже всем все можно давно. Никто не ждет ни о Диме, ни о Травкуке разрешения делать. Это уже делают, это уже есть. Рав Кук смотрит немножко сверху и составляет мозаику божественной картины мира. А вот эти вот наглецы, зачем они нам сейчас нужны? Какая не не то, концентрация делает хорошую работу. Это то зло, которое сейчас впрягается в телегу добра. И это то, что мы сейчас видим. Это обязательно должно быть в конце дней. Как вот Тима, ты правильно сказал. То есть Трав говорит, что в общем-то без массового отхода от религии, без массового, как сказано в Талмуде, да, хуспызги и так далее, просто невозможно возродиться, невозможно построить нормальное государство, невозможно нормально себя вести. Потому что ты будешь такой вот закомплексованной и будешь бояться думать, а и время это нельзя. Особенно когда время избавления подходит и время изгнания заканчивается. Чем мы отличаемся от кого-то еще? Идеи мы обязаны свободно думать и тащить время за всех остальных. А если мы уже привыкли к больным, эту болезнь нужно лечить, а Всевышний не может сказать абракадабразумзум и вылечить. Пользуемся наглецами. Это такая была заголовок, а зачем нам нужны эти вот наглые безбожники, да? Я надеюсь, Шура хорошо это объяснил. Теперь вы можете самостоятельно еще раз прочесть этот текст. И в ритм в данном случае прилагается. И обратите внимание на все эти намеки, которые мы потихонечку раскрывали. Обратите внимание, вот Дима, ты не просто так со мной спорил по поводу да написанной мудрецы, нет написанной мудрецы. Очень резкую критику по поводу раввинов. Раф заключил в пол предложения в конце таким образом, что можно пропустить и не заметить. С одной стороны, очень резкая критика раввинов, с другой стороны, она такая вот обтекаемая, если не это самое можно пропустить и сказать, это вот здесь не написано и пойти дальше. в общем-то, более-менее упустив основной идею. Теперь давайте время наше подходит к концу, поэтому коротко, если кто-то что-то хочет сказать, я буду очень рад. Я хочу коротенько сказать о том, ну, конечно, дело в том, что умение свободно мыслить являлось всегда основной причиной для беспричины ненависти к евреям, из-за чего их уничтожали и так далее. Именно свободная мысль, именно умение развиваться независимо. Естественно, раввины, как бы что ни вышло, всегда осторожничают, но, видимо, надо быть наглее, смелее и не обращать на это внимания и не верить. Видимо, так. Несмотря на предыдущий опыт, видимо, так. Спасибо большое. Кто-то еще? Смотрите, мне кажется, есть самое, что называется материал для подумать потом самостоятельно. Достаточно, так сказать, по-моему, тут Раф немножко бомбочку взорвал, но интересно такая бомбочка. Да, кто-то еще? Какие-то есть мысли, идеи? Ну, все-таки у меня ощущение, что это очень хорошо объясняет то, что происходило во времена Рава Кука сто лет назад, грубо говоря, но я попытаюсь применить к нашему времени и как-то вот не очень. Кажется, где наглость, где мудрецы, то есть что-то новое какое-то нужно объяснение, мне кажется, или нет? Пожалуйста. То есть часть того, что Раф требует, чтобы начали думать самостоятельно, это раз, два, смотрите, то есть Раф говорит, что должно взять десятилетие, эта вот наглость, она безусловно всех раскрывает голову и заставляет всех думать свободно. И раввинов, и евреев, и неевреев, и так далее. То есть наглость это обычно плохо, действительно плохо, сложно учиться греста. Но когда мы сейчас в конце времени, это нужное лекарство с тем, чтобы вернуться к возможности свободно думать. Если вот Виктория сказала, что евреи всегда думали свободно, значит, недостаточно свободно. Теперь я, Андрей, их сильно бери за это, сильно бери и уничтожено. Я с вами согласен, предложениям я пока нет. Давайте думать. Может быть, уже немножко остепенить можно наглость в наше время. Может быть. Мне кажется, наоборот, ни в коем случае. Как раз надо говорить, что думаешь, потому что евреи, люди, умеющие думать, широкой мыслью, и как раз это надо высказывать, не боясь ничего. Не боясь того, что вас, я извиняюсь за это, побьют, уничтожат, мы и так далее, как было раньше. За нежелание быть под гребенку, под одну. Но это же каждый еврей строит свой мир, он же по образу и подобию Бога. Он строит свой мир, во что поверил, такой мир и будет. Вот за это евреев и ненавидит. Дима? Не знаю, я вот читаю, что Рав умышленно, очень умышленно разделил народы мира и царства. Вот видите, да, смотрите, убоятся народы, которые хвалятся божествами, это раз, и убоятся нечестивые царства, которые только стремятся к искривлению суда, к взяткам и злонамеренности, это два. Не зря Рав это сделал. И вот, если бы он сейчас перенести Рав в 21 век, и он бы посмотрел на государство Израиль со взятками, которые стремятся к несправедливости, к выборам четыре раза за два года, все эти склоки, возня, драки, вот как бы он посмотрел сейчас на это дело? Конечно, интересно. Я не вижу, я читаю это как синонимы. Ты разделяешь, это обычно, по-моему, мальбин, каждое слово, оно разное. А есть подход комментаторов, которые говорят, ничего страшного, разные слова, одно значение, ничего. Я здесь понимаю в Раве, что это синоним. А по поводу государства, по-моему, очень крутое государство. Очень крутое государство. Но, конечно, можно спорить. Хорошо. С вашего позволения, мы немножко это самое, уже даже временный лимит исчерпали. Большое всем спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Виктория. Спасибо, Дима. Спасибо всем, кто слушал и не говорил ничего. Я буду очень рад всех всегда услышать. Огромное спасибо, Ширель, за перевод. Спасибо. Мы еще встретимся в следующий раз. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.